всех приветствую продолжаем знакомиться со скандинавскими сагами локи локи скандинавской мифологии зловредный бог плут из ассов любитель менять обличие он начинал шалости и проказ но со временем стал истинным воплощением зла и ускорил рагнарёк гибель богов и всего мира локи просто не мог удержаться чтобы не сплутовать и не поставить богов трудное положение однако его смекалка часто выручала из смертельной опасности взять хотя бы историю с похищением хранительницы молодильных яблок иду именно локи виновен в смерти светоносного бога бальдра он вручил несущую гибель стрелу из амеллы слепому богу хио порой локи спасаясь готов был пожертвовать жизни любого как в случае с граммовником тором когда локи заманил безоружного тура чертог великана гирида то лишь одолженные добрый великан шейгрид чудесный пост железные рукавицы спасли тура от гибели локи обманул приятеля единственно потому что такова была цена назначена гейрёдом за его собственное освобождение неосмотрительно убив отра в обличии выдры локи пытался умилостивить отца убитого юноши для чего ему пришлось похитить сокровище злобного карлика цверка тут же локи придумал рискованный план как заполучить молот тора украдены карликами и попавший руки великана трюк бог узнал что за молот исполину нужно отдать жены богиню плодородия фрей и уговорил тора отправиться трюк в ее одежду когда трюк показал мнимой невесте молот торг на вене ока выхватил у него оружие и уложил на месте всех великанов боги умирились с присутствием локи в асгарде даже после того как он подстроил убийство сына одина бальдер но когда локи на перу у морского великана эгира стал изводить всех своими оскорблениями и насмешками терпению богов пришел конец пытаясь ускользнуть от разъяренных гостей локи превратился в лосося но с высоты асгарда один заметил рыбу которого спряталась водопаде локи схватили и связали кишками его собственного сына а великанша скади жена йорда повесила над головой бога змею источавшую жгучий яд который капал ему на лицо так он и дожидался рагнарек последней битве богов и чудовищ локи должен был возглавить воинство зла и встретить смерть от руки бога хеймдаль локи был женат дважды сначала на великанше ангербоды которая родила чудовищ фенрира йормунганда и щель все трое унаследовали темные стороны характера отца второй супругой было сегу от которой у него было двое сыновей вали и нарвий несмотря на все злодеяния мужа сигун осталась верна ему и облегчало его страдания подставив чашу под капающий я но когда чаша наполнялась и жена отходила опорожнить ее и откапал на лицо локи заставляя его отчаянно содрогаться что по поверьям являлась причины землетрясения вот такая скандинавская сага о локи пока пока до свидания